Только что видел видео отрывок трансляции Рамзана и Рубати. Рубати кричит Рамзан Слива. Все родственники и Хасана Халитова и любого другого того же Закаева, мои родственники, их всех нужно рассматривать как заложников, которых используют для давления на своих оппонентов. Только что видел видео отрывок трансляции Рамзана и Рубати. Рубати кричит Рамзан Слива. Ну, это было ожидаемо. Логическое продолжение последних событий, которые мы все с вами наблюдали. Я думаю, тут удивляться нечему. Я практически уверен, что это такая политическая хитрость, очередная политическая хитрость Ахмеда Закаева. Через лет 10, я думаю, в очередном видеообращении, разъяснении этого вопроса, он расскажет нам об этой политической хитрости. Наверное, таким образом он просто внедряет своего очень проверенного, доверенного человека, внедряет его прям в логово к врагу, для того, чтобы этот человек провел там необходимую работу. Аргунский, ты заметил, когда Хусейна с Вены убрали с поста депутата Ичкерии, Закаев замутил видос, типа, впрягаясь за него. А почему бы ему не запилить видос, типа, отрекаясь от Рубати? Я не знаю, брат. Я поэтому говорю, может быть, это тоже такая политическая хитрость, о которой мы узнаем через лет 10. Ну, узнаем, что это была политическая хитрость. Что такое Ханкала? Ханкала – это такой военный городок в пригороде города Грозного. Он, можно сказать, ну, это, наверное, не часть города, пока еще это как, она чуть-чуть отделена от города, но прям впритык с городом Грозным находится этот военный городок. Там есть и аэродром военный. Это, наверное, самая большая российская военная база на территории Чеченской республики. Самая большая и самая значимая, наверное, для российских военных сил. И это именно Минобороны России. Это не Росгвардия, не что-то иное, это Минобороны. Брат, видел обращение брата Хасана Халитова? Я видел это, ну, как видел? Я не стал его, конечно, смотреть. Слушать там все, что он говорит, понятно было, о чем там пойдет речь. Я считаю, что мы не должны вообще как-то обращать на подобные вещи внимание, как-то это комментировать. Все родственники и Хасана Халитова, и любого другого того же Закаева, там, мои родственники, их всех нужно рассматривать как заложников, которых используют для давления на своих оппонентов. И что бы они ни говорили, как бы они там нас ни ругали, как бы они от нас ни отказывались, на это не обращается никакое внимание. Это все им прощается, они могут говорить все, что угодно. Завтра придет время, когда мы просто будем с улыбкой это все вспоминать, сидеть вместе и смеяться над этим. Так что, как бы они там ни напрягали наших родственников, это не окажет на нас никакого влияния. Восточный. Хасан Халитов напоминает мне героев-боевиков, когда мафия докапывается до простого парня, доводит его до ярости, а потом жалеет, когда он начинает их безжалостно преследовать. Неплохая аналогия. Япон. Бывший гурон дал маршал Дуанхон брат. Тумсок, скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможно ли в ближайшее время, что власть в Чечне переменится? Ну, все возможно. Каких-то предпосылок я пока не вижу, но в теории все возможно. Может быть, мало ли, какой-нибудь тромб у Путина сойдет, начнется какая-то проблема. Путин умрет, Кадыров не позволит ему одному быть захороненным, ляжет вместе с ним. Короче, все может произойти. Тумсок, на тебя завели сразу дело? То есть, как забрали, уже шло к тому, что тебя хотели посадить? Нет, дело на меня возбудили только тогда, когда поняли, что я соскочил. Они сделали это в надежде предотвратить мой уход, мое бегство. Им нужно было очень быстро подать меня в розыск, и чтобы меня задержали на каком-нибудь там посту. Поэтому очень оперативно было сфабриковано уголовное дело по статье 208 части 2, что якобы я уехал воевать в Сирию в рядах группировки ИГИЛ. Это было самое легкое, что они могли сделать, самая такая популярная статья. Если бы где-нибудь в регионах России, центральной России, возбудили бы, таким образом сфабриковали бы дело, скажем, по краже, по какому-нибудь грабежу и так далее, что у них там самое популярное, или наркотики, допустим. То у нас самым популярным на тот момент была Сирия. Это 2014, 2013, 2014, 2015 год. Большой поток был с Кавказа действительно в Сирию. Молодежь реально туда уезжала. Поэтому они сделали то, что им было легче всего. Тем более, обосновать это как-то в случае меня им было бы проще, так как я внешне соответствовал, соблюдающему мусульманину, а именно образ соблюдающего мусульманина, ведь представлен сообществу как образ террориста, какого-то опасного человека. Это обязательно мусульманин с бородой. Им как бы было легче вот таким именно это мне приписать. Но они просчитались из-за того, что у них, во-первых, нет мозгов. Это как бы диагноз. Во-вторых, было очень мало времени. На них давили, говорили, давайте быстро фабрикуете дело. Они поэтому не смогли продумать вот всех этих нюансов, что написать, что не писать и так далее. Что мне будет проще опровергнуть. В общем, они не рассчитали. Они там написали, что я уже якобы в Сирии. Приписали там эту группировку ИГИЛ и так далее. И мне, разумеется, удалось это опровергнуть. Опровергнуть обвинение было. В итоге мне удалось это обвинение полностью опровергнуть. И уголовное преследование по этой статье они вынуждены были прекратить. Но прекратив это преследование, они начали сразу же другое. Теперь меня преследуют по статье 205.2. Это публичные призывы к терроризму и публичное оправдание терроризма. То есть статья у меня сейчас еще более тяжелая, чем была. Хотя и по той, и по этой, конечно, идет строгий режим. Но просто статья 205, это уже статья ФСБшная. Это уже преследование более такое жесткое. И именно по статье 205, по террористическим и экстремистским статьям, тебя сразу же закидывают в эту базу Росфинмониторинга. Сразу блокируются все твои счета на территории России. И по 208.2 такого не происходит. Именно по 205.2 они это делают. И надо сказать, это создает очень серьезные проблемы. Если бы у меня реально были какие-то активы на территории России или стран СНГ, то я бы лишился этих активов. Это действительно сложный такой момент. Субтитры создавал DimaTorzok